Лидеры Украины и Латвии встретились во Львове. Перед началом переговоров президенты и первые леди обоих государств почтили память украинских героев на поле почетных захоронений на Лычаковском кладбище. Президент Латвии заявил, его государство будет поддерживать Украину сколько будет нужно, ведь безопасность Латвии и всей Европы зависит от победы Украины в войне против России. «Поддержка Латвии для Украины уже превысила 1% ВВП, учитывая последний пакет помощи. Речь идет только о военной помощи. Это для нас является приоритетом, поскольку в ближайшие месяцы Украину ждут решающие боевые действия. Мы продолжаем работать над поставкой разнообразной военной техники. Мы также готовим украинских военнослужащих через тренировочную миссию Европейского Союза. Мы передаем генераторы и трансформаторы для обеспечения энергетических потребностей. Кроме того, Латвия будет принимать участие в восстановлении в Черниговской области». Лидеры государств подписали общую декларацию о поддержке Латвии и евроинтеграционных процессов Украины. Президент Владимир Зеленский отметил, что отвага и знания украинских воинов смогут только усилить НАТО. «Только с Украиной в своем составе европейский проект станет действительно совершенным. Только с Украиной в своем составе станет действительно крепким. Крепким защитником народов Европы и всех общих наших ценностей. Украина борьбой за свою свободу и свободную Европу беспрецедентно объединила Европейский Союз. Наша стойкость на протяжении уже более года этой войны безоговорочно доказывает, что украинский вклад в общую евроатлантическую безопасность будет действительно уникальным». Расширение и укрепление восточного фланга НАТО сможет гарантировать долгосрочный мир в этом регионе, считает президент Латвии. Ведь даже после поражения в российско-украинской войне Кремль вряд ли откажется от имперских амбиций. Большая часть российского общества сейчас пронизана этой империалистической идеологией. И именно поэтому мы должны быть готовы к долгосрочной архитектуре безопасности. Очевидно, что еще долго Россия будет оставаться агрессивной страной. Безусловно, ее сдерживание может осуществляться только за счет реальных военных возможностей. А это значит, что нужно иметь достаточно таких возможностей и на восточном фланге. Так Россия будет знать, что любые нападения бессмысленны, потому что они потерпят поражение. И именно в этом заключается стратегия НАТО. Но на долговременный мир можно будет рассчитывать после полной победы Украины над Россией. А для этого Киеву нужно новейшее оружие. Артиллерия номер один. Это то, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, снаряды в большом количестве, чтобы остановить Россию. Не стрелять по территории России, а чтобы их выбросить из нашей страны, что справедливо. Также и самолеты. Дефицит самолетов. Начать тренировочные миссии. Мы говорили это и имеем подтверждение со стороны Великобритании, Польши. Сегодня говорили, как наши партнеры из Латвии, а также Эстонии и Литвы могут нам помочь в тренировочных миссиях. Нам нужны самолеты. Танковая коалиция стартовала. Я уверен, мы получим танковую армию. Но тем не менее, есть дефицит. Ну вот и все. Надо закрывать этот дефицит. Наказание военных преступников – еще один шаг к стабильному миру. Украина с партнерами уже создают специальный трибунал. Для этого президент Латвии заявил, его государство будет помогать формировать эту структуру.